Впервые о том, что Россия начала применять для ударов по Украине, полученные от Северной Кореи, баллистические ракеты, заявили в Белом доме. По нашей информации, Корейская Народно-демократическая Республика недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько баллистических ракет. 30 декабря 2023 года российские войска запустили, по крайней мере, одну из этих северокорейских баллистических ракет по территории Украины. Эта ракета, судя по всему, упала на открытом поле в Запорожской области. А 2 января Россия запустила по территории Украины несколько северокорейских баллистических ракет, в том числе в рамках ночной воздушной атаки. В Украине эту информацию пока не подтверждают. Власти указывают, что специалисты еще исследуют остатки ракет и осколки от них, и призывают дождаться выводов экспертов. Действительно, мы сейчас проводим все необходимые исследования для того, чтобы установить страну производителя. Предварительно скажу, что маркировка стерта с этих ракет, но то, что мы можем увидеть, так то, что произвела ракета не Российская Федерация. Это обломки ракеты, выпущенной по Харькову 2 января. Именно на них обратили внимание военные эксперты. Я думаю, что обломки, которые мы видим, очень похожи на северокорейскую ракету КН-23, которую мы видели на заводах по всей Северной Корее. Мы видим, что на верхней части твердотопливного ракетного двигателя есть металлическая пластина, которая крепится к нему болтами. У российского «Искандера» 18 болтов, 6 групп по 3. У северокорейской 20 болтов в идеальном круге. На обломках, которые мы видим на Украине, 20 болтов в идеальном круге, так что это гораздо лучше подходит для северокорейской ракеты, чем для российской. На кадрах среди обломков видно довольно много компонентов. Судя по всему, это основной корпус, а также двигательная часть ракеты, которая практически полностью совпадает с северокорейской ракетой, фотографии которой мы уже видели в последние несколько лет. И даже в мельчайших деталях, вплоть до таких компонентов, как кабельные трассы, отдельные болты и двигательная часть, мы видим, что всё практически полностью совпадает с северокорейской ракетой. По данным американской разведки, министр обороны России Сергей Шойгу во время визитов в Хиньян в июле прошлого года обсуждал с северокорейскими чиновниками увеличение продаж Москве боеприпасов для войны в Украине. Это могло быть и одной из тем встречи российского президента и лидера КНДР в сентябре прошлого года. Тогда Ким Чен Ын на своём бронепоезде приехал на космодром «Восточный» и в ходе визита недвусмысленно поддержал российское вторжение в Украину. О поставках вооружений перед камерами ни Путин, ни Ким Чен Ын не говорили, но их переговоры, в том числе с глазу на глаз, продолжались несколько часов. Если поставки баллистических ракет из Северной Кореи в Россию подтвердятся, это плохие новости для Киева. Я думаю, когда мы говорим о ракетных ударах, их количество даёт преимущество само по себе. Мы видим, что русские используют действительно большое количество ракет как для того, чтобы попытаться перегрузить ПВО, а также чтобы, вероятно, компенсировать неточность и ненадёжность некоторых из этих ракет. Так что в целом их решение – это выпускать больше ракет. И это обходится дорого, если использовать высокоточные российские ракеты. С помощью более дешёвых ракет Москва сможет поддерживать тот же уровень насилия, не тратя столько денег. По данным южнокорейской разведки, Северная Корея в прошлом году могла отправить в Россию более одного миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщало агентство Bloomberg. О том, что КНДР с лета прошлого года поставляет России снаряды, а также ракеты для градов, заявлял и глава украинской разведки. Россия и Пхеньян обвинения в поставках вооружений отрицают. Субтитры создавал DimaTorzok